Здравствуйте дорогие друзья! Спасибо, что вы опять на моем канале. Меня зовут Оксана. Где-то два года назад я сделала обзор акварельных кисточек. И после того видео было много вопросов и пожеланий сделать еще одно видео о кисточках, но только поподробнее. И сегодня я вам покажу плоские кисточки, а также покажу и объясню, как выбрать хорошую кисточку. Во-первых, когда вы покупаете кисточку в магазине, они обычно склеенные. И у вас нет никакой возможности узнать, хорошая эта кисточка или плохая. Поэтому здесь надо пользоваться только вашим доверием к данному производителю. Это кисточка фирмы Канасо, красный Собель. А это кисточка фирмы Симпли Симмонс. Это синтетическая кисточка из очень дешевых. Ее цена была 2 доллара 99 центов. А это кисточка из Алиэкспресс. Название на этой кисточке Art Secret. И она продавалась как чистая белка. И на ней написано, что это чистая белка. Но я вам скажу, для белки она слишком мягкая. Это явно крашеная и лакированная пони. Эта кисточка тоже стоила 3 доллара. Ну вот сейчас я с нее и начну. Что мы ожидаем от акварельной кисточки? Мы ожидаем равномерную выдачу воды. И таким образом краска будет наноситься тоже равномерно. Мы также хотим, чтобы эта кисточка была в состоянии долго работать, без нужды опять макать ее в воду и краску. Третье, чтобы в этом процессе, когда вы ведете кисточкой, она становится более сухая, нам очень важно, чтобы волосы держались вместе, а не расходились и не растопыривались. Если говорить объективно, то этой кисточки хватило на 2 линии. Следующая будет кисточка фирмы Simply Simmons. Это синтетическая кисточка, тоже 3 доллара. Они, когда выставляют цены, то они всегда выставляют типа 2 доллара 99 центов. Ну, в принципе, это 3 доллара. Смотрите, как она замечательно набирает воду сразу. И я специально пользуюсь сразу сухой кисточкой, чтобы было видно, как она в себя втягивает воду. Сейчас посмотрим, как эта кисточка будет оставлять эту воду вместе с краской на бумаге. Я сегодня пользуюсь очень распространенной бумагой. Это акварельная целлюлезная бумага. То есть это не хлопок. С первым же прикосновением сразу выпадает большая клякса. В более дорогих синтетических кисточках они часто эту ворсу делают похожую на натуральный волос. В ней какие-то маленькие микроскопические дырочки, трещинки, чтобы держалась вода. Ну, эта кисточка явно просто пластмассовая синтетическая ворса. Как вы видите, ее хватило всего на одну линию. И линия очень неравномерная. Вот они для сравнения. Эти две кисточки по 3 доллара. А теперь фирма Канасо. Натуральный соболь. Какой-то там красный соболь. Это дорогая фирма. Соболь обычно не держит очень много воды. Но соболь дает очень красивую равномерную линию. Я пару месяцев назад попала в художественный магазин. И там была замечательная распродажа. Вот именно на эту фирму. Аж 70% скидка. И, конечно, я воспользовалась моментом. И приобрела эту кисточку. Мне она досталась за 25 долларов. Вот теперь посмотрите, какая красивая первая линия. Вторая линия тоже красивая. Просто что она светлее. У этой кисточки такая интересная особенность. Если бы я вела одну длинную линию, то, наверное, она бы была одной и той же интенсивностью в два раза длиннее, чем у меня сейчас. Но потом, когда бы я оторвала эту кисточку от листа бумаги, она была бы уже слишком сухая для следующего мазка. И мне надо было бы ее опять перезаряжать водой и краской. Но равномерность мазка у этой кисточки исключительная. Теперь кисточки чуть поменьше. Вот эти две кисточки. Ширина 1,5 см. Я не помню, сказала ли я, что прошлые кисточки были 2,5 см шириной. Эти две 1,5 см. Кисточка с зеленой ручкой фирмы Princeton. Серия Neptune. И это синтетическая белка. Цена этой кисточки 10 долларов. Эта кисточка у меня не новая. Ей уже лет 6-7. И она до сих пор неохотно набирает воду. Такое чувство каждый раз, когда начинаете ей работать, что ее надо размочить. Обычно так себя ведут новые кисточки. Но я не жалуюсь. Я не хочу сказать, что эта кисточка плохая. В принципе, любой кисточке в хозяйстве можно найти применение. Я имею в виду в художественном хозяйстве. Ну вот, как вы видите, объективно этой кисточки хватило на 2 мазка. И по этим мазкам видно, что она выдает больше воды по краям. А в центре краска почти сухая. В принципе, как и предыдущая Simply Simmons. Только та была 3 доллара, а это 10. А теперь перед вами кисточка из чистой белки. Английская фирма. Называется Stratford & York. Этой фирмы уже не существует лет 5. Купить такую кисточку уже невозможно. Где-то лет 5 назад ее цена все еще была 20 долларов. Крайней мере, я купила эту кисточку в магазине за 20 долларов. Вот теперь посмотрите на эту красавицу. Посмотрите на эти мазки. Приятно шлюбоваться. Какие они однородные. И как долго эта кисточка работает. Эта кисточка в состоянии удерживать эту воду все это время. И равномерно смешивать эту воду с пигментом. И выдавать их к бумаге. Я насчитала 9 хороших мазков. Десятый уже начал давать пропуски. Вот это замечательный пример того, что мы ожидаем от хорошей акварельной кисточки. А теперь я еще хочу вам показать, как у этой кисточки держится волос. Вы видите, как все плотненько вместе. Из-за того, что в этой кисточке сейчас недостаточно влаги, и в то же время она недостаточно сухая, то ворса эта немного прогнулась. Но ворса не растопырилась. Но теперь я, чтобы не портить еще один лист бумаги, просто перевернула его на другую сторону. И поэтому вы видите такую неровную поверхность. Ну что ж, теперь я буду демонстрировать вот эти 5 кисточек. Ширина этих кисточек 1 сантиметр. На этой кисточке с белой ручкой написано Simply Simmons. Это фирма. И написано, что это Flat Wash. Значит, что она для заливок. А вот эта кисточка тоже Simply Simmons. И на ней написано Shading. Что значит для коротких мазков. Но я уверена, что это чисто маркетинг, что это две абсолютно одинаковые кисточки. Кисточка с серой ручкой фирмы Dynasty. Это, естественно, английское произношение, а по-русски, наверное, династия. Эта фирма выпускает синтетические кисточки, которые имитируют белку. Я решила начать с разоблачения фирмы Simmons. Вот они, эти две кисточки. Кисточка с белой ручкой для заливок. А значит, она должна хорошо держать и выдавать воду. Вторая кисточка с прозрачной ручкой. Для того, что они называют Shading. Это короткие мазки, разные растушевки. В общем, разные операции, в которых нет нужды в большом количестве воды. Я дам этой кисточке немножко фуры и хорошо ее пропитаю. И посмотрим, как она будет покрывать поверхность. Воду она в себя впитывает очень хорошо. Это, в принципе, та же ворса, которая была в широкой кисточке этой фирмы. Ну вот, теперь смотрите на мазки. Как с первым мазком большинство воды сразу же вышло. И вот теперь на третий мазок вообще не хватает, но зато первый весь настолько мокрый, что эта вода даже не держится. Для хорошей равномерной заливки эта кисточка не подходит вообще. Вот что хорошего в этих кисточках, так это цена. Потому что все кисточки фирмы Simply Simmons, независимо от размера, стоят 2,99. Ну что ж, теперь эта кисточка для коротких мазков. Ну, мне почему-то кажется, что получится то же самое. И я также хочу дать фору этой кисточке, пропитать ее этой краской, чтобы она у меня потом не жаловалась, что я ее недостаточно накормила. Ну вот, посмотрите, та же самая комедия. Первое прикосновение сразу выдает очень много краски. И на вторую линию этой кисточки уже едва хватает. Ну, а третья линия уже вообще идет белая. Но эти кисточки очень хорошо подходят для работы гуашью и акрилом, а также маслом. Если их использовать, например, в акриле или гуаше, ну, где-то через день, так, по часу в день, то где-то через полгода их надо выбрасывать и покупать новые. Потому что они забиваются, они будут растопыриваться, они будут не слушаться. А теперь кисточка фирмы Princeton. И это синтетическая кисточка. Но ворса сделана под имитацию Соболя. Цена этой кисточки была 14 долларов. И как вы видите, этот первый мазок, в принципе, равномерный. Только до того момента, когда мне надо было поднять кисточку, и вот в этот момент эта кисточка отдала всю оставшуюся воду. Поэтому её не хватает на следующий мазок. Но если эту кисточку не отрывать от бумаги, то можно провести одну хорошую равномерную длинную линию. А потом опять перезарядить эту кисточку водой и новой краской, и рядом проводить вторую линию. А теперь фирма Dynasty. Из всех синтетических кисточек это в Америке самая популярная. Потому что цена доступная. Цена вот именно этой кисточки была 9, либо 10 долларов. Может быть, как они любят делать 9,99, что потом как-то легко путаешься, какая же цена была 9 или 10. С первым прикосновением эта кисточка выдала немножко больше воды, чем потом. Но всё равно неплохо по сравнению с той первой кисточкой. И как вы видите, этой кисточки хватает надолго. Что мне ещё нравится, что при подъёме не остаётся тёмного пятна. Потому что очень часто в акварели это проблема. Особенно если вы рисуете цветы, и вы идёте обычно от тёмного к светлому, а потом вам в светлом месте надо поднять кисточку, вы поднимаете, а у вас там тёмное пятно оказалось. А теперь кисточка фирмы Kanoso. Она тоже стоила 14 долларов. Это тоже синтетика и тоже имитация Соболя. Вы видите, что эта кисточка сразу выдаёт много пигмента и много воды. При подъёме она всасывает в себя воду, поэтому получаются белые пятна. Но зато ей можно пользоваться достаточно долго. Для синтетики в принципе неплохо. Ну что ж, а теперь царица фирм, которая выпускает кисточки Escoda, и это серия Prado. Я была на презентации этих кисточек Prado, когда сам Escoda, пожилой Escoda, я уже не помню, как его зовут, он привёз эти кисточки, и сам лично делал демонстрации. Эта серия, по идее, имитирует белку. Я очень давно не пользовалась этими кисточками, поэтому я уже не помню, что мне ожидать. Как вы видите, мазок в принципе неплохой, достаточно равномерный. Вначале, конечно, эта кисточка выдала слишком много воды, но на два хороших равномерных мазка её хватило. Но дело ведь ещё не только в этом, а дело в цене. Эта кисточка была очень дорогая, она стоила так же, как какой-то другой фирмы натуральная кисточка. Поэтому я не считаю, что эти кисточки стоят этих денег. Можно купить что-то дешевле, вон за 10 долларов, и будет даже ещё лучше. Я сейчас пытаюсь вспомнить цену, и я не хочу смотреть в интернете, потому что цены сейчас это не те, которые были тогда, когда я купила эту Prado. А я её купила лет 5, может, 7 назад. Мне чего-то помнится так, долларов 26-27. Вначале я хотела провести демонстрацию всего лишь 5 кисточек, но теперь у меня их получается уже 6, а рядом ещё несколько лежат. Поэтому я решила сразу подписать, чтобы я потом не путалась, где какая кисточка. Ну что же, теперь я хочу вам показать вот эти 3 кисточки. Они все натуральные. Эти кисточки также 1 см шириной. Вот эта фирма Stratford York натуральная белка. Кисточка с белой ручкой Da Vinci, тоже натуральная белка. И вот эта кисточка Winsor Newton натуральный Соболь. Я начну с фирмы Stratford York. Это та фирма, которая уже не существует, и такие кисточки купить невозможно. Эту кисточку я приобрела 10 лет назад, и их в упаковке было 2. Одна эта кисточка, вторая круглая. И цена была всего 10 долларов. Я показываю эту кисточку не для того, чтобы похвастаться чем-то, что у меня есть, что уже купить невозможно, а для того, чтобы вы увидели, как работает на самом деле хорошая кисточка. И когда вы будете тестировать свои кисточки, вы можете сравнить вот с этой кисточкой. Это идеал. Это самый лучший результат, который возможно получить от акварельной кисточки. Посмотрите, как долго эта кисточка в состоянии выдавать равномерно воду и пигмент. Нет никаких мокрых и темных пятен ни в начале мазка, ни в конце мазка. И даже тот факт, что когда я снимаю кисточку, я ее протягиваю по этой ленте, а значит выжимается немножко воды, все равно этого не видно. Потому что когда эта вода выжимается, то есть под давлением ленты, эта кисточка сразу же обратно эту воду впитывает. Эта фирма перестала существовать, потому что их главная цель была это качество. А больше в мире нет натуральной белки такого качества. Теперь кисточка фирмы Виндзе Ньютон. И это натуральный красный соболь. И как я вам говорила уже раньше, что соболь не в состоянии провести такую работу, как белка. Соболь не может держать воду так долго. Но когда вы делаете один длинный мазок, то получается обычно хорошее равномерное распределение краски и воды. Ну, явно кроме этой кисточки, кроме Виндзе Ньютон. Потому что вы видели, что сразу она выдала прям большую кляксу. А теперь фирма Da Vinci. И это натуральная белка. Эта кисточка стоит где-то долларов 20, может быть 22. А Виндзе Ньютон в два раза дороже. Для меня обе эти кисточки Da Vinci и Виндзе Ньютон новая. Сегодня я ими пытаюсь работать первый раз. То есть сегодня я их проверяю. Я их приобрела где-то дня три назад. И у меня есть 14 дней для того, чтобы их вернуть, если они мне не понравятся. Эта кисточка сейчас, в принципе, неплохо работает. Она выдает воду, выдает краску. Не сильно равномерно. В начале мазка сразу получилась темная клякса. Потом в каком-то месте в конце мазка получилась темная клякса. Но хотя бы она долго держала воду и пигмент. Так что если работать по-мокрому, то в принципе эта кисточка подойдет. Ну что ж, теперь из всего этого добра я хочу отметить три кисточки, которые достойны внимания. Мне нравится, как высох участок фирмы Konosso. Конечно же, белка фирмы Stratford York. Тут 100%. Большой отрыв от всех кисточек. И кисточка Da Vinci. Тоже натуральная белка. Кисточка Winsor Newton в этот состав не входит. К сожалению, мне для того, чтобы поехать обратно в магазин и вернуть эту кисточку, надо будет потратить деньги на бензин, что будет равно цене этой кисточки. Поэтому возвращать эту кисточку мне невыгодно. Так что придется ее оставить себе. Если вы новый человек на моем канале, то вас это, возможно, удивит. Дело в том, что в моем городе, а это большой город, население больше миллиона человек, доходит почти до полтора миллиона, нет ни одного художественного магазина. Для того, чтобы мне поехать в художественный магазин, мне надо ехать в Сан-Франциско. А это где-то час езды. У нас, кстати, сейчас также закрываются магазины одежды, потому что им тоже выгоднее все продавать через интернет. Продуктовые магазины пока есть, но они тоже говорят, что они идут к этому, так как уже 40% продуктов они продают через интернет. Как только завалят за 50, они будут закрывать магазины. Так что наш стиль жизни стремительно меняется. Я надеюсь, что вас не отталкивают эти лирические отступления. Я просто сейчас делюсь своими мыслями и заодно заполняю эту паузу, пока я подписываю, где была какая кисточка. А мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что оно было вам полезным. И я надеюсь, что вы теперь достанете все свои плоские кисточки и их протестируете. Где-то недельки через две я сделаю похожее видео о круглых кисточках. А на сегодня это все. До свидания. Возвращайтесь на мой канал.